Сегодня на нашем тестовом столе очередной китайский мутант. Плата со встроенным процессором Intel 1280P. Больше года назад мы уже тестировали похожую доску от Эринга с распаянным мобильным процессором. Тогда это было сыро, горячо и в прямом смысле криво. Шли годы и сейчас сразу два китайских вендора конкурируют между собой в производстве вот таких мобильных франкенштейнов. Это материнка от продавца со странным названием 10729. Того же самого, который производят вот такие HX мобильные процессоры для 1700-го сокета. Мы с вами недавно его тестировали. Под крышкой спрятаны, внимание, сразу 14 ядер Эльдер Лейка всего за 15 тысяч рублей. В Китае можно найти дешевле. Другой теплосъемник вроде как более живая в РМ. Сегодня мы разберемся на что способна такая доска в играх. Проверим этот камушек в работе. Отключим лишние ядра. Проверим мощную встроенную графику XE. И сравним с аналогичными по цене 12100 и 12400. Чем бы это все не закончилось, расстреливать мы ее, конечно же, как планшет в прошлом ролике не будем. Плату, которая скоро точно станет в дефиците, мы разыграем в нашем телеграм-канале. На связи МК. Подписывайтесь на наши соцсети. Следите за новостями технологий в разном формате. Меня зовут Михаил Крошин. Тестируем 14-ядерный камень. Встроенный в китайскую материнку. Поехали. Основная идея не поменялась. Китайцы берут мобильные инженерники процессоров от Intel. Распаивают их на десктопных материнках. Дружат с полноразмерной DDR4 и PCI-Express. Адаптируют под установку обычных кулеров. И вот вам Frankenstein готов. У меня в руках свежак на Core i7-1280P. Это мобильный 28-ваттный чип с шестью большими и восьмью энергоэффективными ядрами, который может бустить под 4,5 ГГц. Заявка на уровень i5-14500, который сам по себе стоит, как две такие доски. Продают китайское инженерное чудо по 15 тысяч рублей на Али. Гуглиться по запросу 10729. На тысячу дешевле будет вариант с четырьмя большими ядрами. Но я не вижу смысла экономить. В любом случае, таких мутантов на Алике мало. И я уверен, после выхода этого ролика их мигом разберут. Но такие платы продают на Taobao по 600 юаней, а это 8,5 тысяч рублей. С маржой доставщика выйдет около десятки. И сейчас за такие деньги можно взять только i5-12400F без материнки, в котором е-ядер вообще нет. Давайте перед тестами пробежимся по старому BIOS в максимальной комплектации, который традиционно богат на нерабочие настройки. Но самые важные опции применяются. Из коробки китайцы позаботились о снятии лимитов теплопакета. 999 Ватт хватит, чтобы запитать тостер. XMP профили тоже встают, но только на частоте 3200 МГц. Это ограничение самого процессора. С оперативной памятью нюансов нет. 47-48 ГБ в секунду при задержках 80 нс. Это отличный уровень для мобильного камня. Узким местом память точно не станет. А вот кэш не в порядке. Задержки первого уровня вдвое выше нормы для Эльдерлейков. Проверим, как это скажется в реальных задачах. Но на этом подводные камни не заканчиваются. И в CPU-Z вы их не заметите. Типичный инженерный агент 4.0 со слегка порезанными частотами относительно релиза. А в X инструкции присутствуют, радуют 24 МБ кэша. Но это короткий тест. А вот SignBench вскрывает тайную проблему. Если первые несколько секунд наш i7 радостно бустит под сотню Ватт, то вот дальше случается быстрый провал до полтинника. И это без перегрева процессора. Новый теплосъемник справляется и под дешевый супербашней от Ардер. Температуры колеблятся около 50 градусов. Тут бы хватило кулька и дешевле. Главное с большой пяткой. Почему тогда идет сброс? Троттлинг ВРМ? Тоже нет. В кои-то веки китайцы не сэкономили на мосфетах. Зона питания не прогревается даже до 60 градусов. При этом 999 Ватт ТДП не фейковые. Их видит и дает менять даже официальный AXTU. Но, увы, судя по всему, Intel встроила в инженерник аппаратный предохранитель. Он запрещает процессору слишком сильно выходить за рамки 28 Ватт. Тестировать процессор придется в стоке. Но один лайфхак у меня для вас есть. Он называется Долой Е Кокосы. В битве за 50 Ватт пусть лучше уж бустят 6 нормальных ядер. Они куда важнее наличие 8 дополнительных E-ядер. Проверим это на практике. Все тесты будем проводить на последний Windows 10 22 H2. И нет, это не AMD. Старая система на Intel пока работает с разноядерными процессорами. Даже лучше свежий Windows 11. Период Winterfell закончился. Индусы из Microsoft кодят под AMD. А для чистоты эксперимента докинем в тесты нашего 14-ядерного мутанта i3-12100F и i5-12400F. 12-100 это 4 свежих P-ядра, которые все еще могут, на частоте выше 4 ГГц. А 6-ядерный 12-400F по праву считается отличным среднячком под игры. Он легко нагрузит даже RTX 4070. Память для них оставим на 3200 и давайте будем честны. Ничего больше из дешман плат на H610, которым их покупают, выжать все равно не получится. По тестам Аиды скорости памяти на одном уровне с инженерником. Но вот задержки ниже сразу на 20 нс. Это точно скажется на производительности. Ну и заодно с латентностью кэша первого уровня у них тоже все в порядке. Начнем со встроенного Bench of CPU-Z. Формально инженерник должен бустить выше всех до 4,5 ГГц на одно ядро. Но на деле даже за такое короткое время на первое место выходит 12-400 с частотой на 100 МГц ниже. Разница между ними достигает 10%. Зато по многопотоку 14 ядер даже при 45 ваттах оказываются быстрее всех. Core i5 на 10% позади. i3 вообще отстал в полтора раза. И даже при отключении Е-кокосов Мутант 1280P держится бодрячком, обгоняя народный 4-ядерник. В Cinebench R23 картина схожая. Судя по всему, китайская плата, ну или сам инженерник, не умеют нормально управлять бустом на один кокос. Поэтому при отключении Е-ядер однопоток взлетает сразу на треть. Впереди снова десктопные i3 и i5. У них производительность одного ядра выше на 10-20%. По многопотоку 1280P тоже просел. Тест долгий, лимит в 45 ватт жесткий. Поэтому на всех 14 ядрах удается на 15% обогнать i3, но вот i5 быстрее сразу на треть. А отключение Е-ядер приводит к просадке даже ниже десктопного 4-ядерника. Все-таки в рабочих задачах мелкие кокосы хороши. Более новый и долгий Cinebench R24, который перестает насыпать тысячи попугаев, показал ту же картину. Однопоток у инженерника при отключении 8-ми малых ядер выше. А вот по многопотоку удается перепрыгнуть Core i3. Но вот i5 снова не досягаем. Хотя дельта снизилась до 20%. Geekbench 6 пропускаем, этот бенч против инженерных процессоров. Зато такой же многокранный PassMark прошел без проблем и нарек 1280P лидером. 12400 отстал на погрешность. 12100 не смог догнать мутанта даже после отключения у него малых ядер. Тест архивации 7-Zip тоже благосклонно отнесся к 14-ядерному зионному инженернику. Оценив наличие у него 24 мегабайта кэша третьего уровня. Народный i5 выдает так же, как и полный инженерник около 60 гипс. i3 в аутсайдерах. И отстал даже от 6-ядерной версии 1280P. А вот вылизанный геймерский бенчмарк 3DMark Time Spy считает, что е-кокосы очень нужны в играх. Хотя мы с вами уже догадываемся, что это не так. Их отключение просаживает результат CPU-теста на 15%. 4-ядерный 12100 снова позади, а вот 12400 выбился в лидеры. Он на 15% лучше. Перед тестами в играх еще один важный нюанс мобильных процессоров. Вообще, по своей природе, этот i7-1280P рассчитан на топовые ультрабуки без дискретной видеокарты. Поэтому PCI-Express линии у него в обрез. Только 20 штук. 4 линии отъедают себе SSD. Еще 4 уходят на USB, Ethernet, Wi-Fi. И китайцы могли бы дать видеокарте PCI-Express 4X8, но решили разбить их на 4 линии для GPU. И еще один огрызок на вот этот вот PCI-Express X1. Вообще непонятно, зачем он здесь нужен. Это был важный звоночек, но мы решили не обратить на него внимания. В общем, если в ваши руки попадет вот такая плата, стоит отказаться от видеокарт типа RTX 4060 и RX 7600. Этим жертвам 8 гигабайт узкая шина противопоказана, зато 12-гиговая 3060 залетит как родная. При этом ребар работает, так что с Intel арками тоже проблем не будет. Мы тестируем игры на вот этой толстенной 3080 Ti, поэтому влияние 4 линий PCI-Express 4 на производительности будет сказываться минимально. Начнем, как обычно, с киберпанка. Мы уже не раз в этом убеждались. Это одна из немногих игр, которая действительно умеет нагружать Е-ядра. Но в условиях узкого теплопакета мелкие кокосики только мешают старшим пэшкам нормально работать. Отключение энергодефективных ядер позволяет 1280P бустить на 10% выше и увеличивает FPS по бенчу сразу на 20%. В итоге 6P-ядер на 3,2 ГГц оказываются на уровне 4P-ядер на 4,1 ГГц у i3-1200F. Но шестиядерный i5-12400 уходит в отрыв сразу на четверть. В любом случае, производительность более чем комфортная. Мы говорим о больше сотне FPS на ультра-настройках графики без трассировки. Включение лучей на ультра снижает кадры всех подопытных сразу же на треть. Зато 1280P без Е-ядер теперь бустится до 3,5 ГГц. И это его потолок. В BIOS есть возможность крутить множители на все кокосы, но на практике новые значения не применяются. Для этого нужен процессор линейки HX или K с разблокированным множителем. А жаль. Судя по 12400, инженерник мог бы влезть в 50 Ватт на частоте 4 ГГц. Общая картина не меняется. С 14-ти ядрами 1280P косплеит низкочастотный Xeon, на 6P-ядрах он догоняет Core i3, а i5 снова быстрее на 20%. В бенче прогрессивной китайской обезьяны с палкой сдается уже RTX 3080 Ti. На ультра настройках с честным 360P, это когда вода превращается в иней из-за недостатка данных, даже в таком случае всегда упор в видеокарту. Так что тут отключение ядер особо не помогает. При этом в таком режиме с упором в карту. Инженерник в аутсайдерах. Спасибо быстрой памяти i3 и i5. Они отрисовали почти на 10 кадров больше, несмотря на то, что 1280P всегда бустился по большим ядрам до 3,5 ГГц. Но не забываем, что речь о 80 FPS, и играть будет комфортно на любом тестовом камне. В синем Far Cry на Пандоре ситуация аналогичная. Ubisoft постарались над процессорной оптимизацией, поэтому даже в 1080P с DLSS на ультрапроизводительность упор всегда в карту. Видимо, пора откладывать почку на RTX 5090, которая по слухам получит аж 32 ГГц памяти и широченную шину. Все процессоры в Аватаре могут выдать больше сотни FPS, но все равно 12100 и 12400 немного быстрее из-за меньшей задержки памяти. Заменим нашу стандартную Forza Horizon на новый мотоспорт. Разработчики решили использовать движок от предыдущей части, поэтому в игре зверский упор в два ядра. 14-ядерный 1280P снова отстал, даже несмотря на максимальную частоту P-ядер. Ешки путаются под ногами и снижают FPS на четверть. Емкий кэш третьего уровня тоже не помогает. С шестью большими кокосами инженерник на 10% отстал от Core i3. У i5 почти 120 FPS на ультрах. Правда, при сотне кадров в среднем почувствовать разницу между тремя этими камнями все равно особо не получится. Порт одних из нас на ПК единственная игра, в которой ей ядра мешают по минимуму. Игрушка сильно нагружает процессор, поэтому отключение Ешек увеличивает частоту P-шек всего на пару сотен МГц. Но даже этого хватает, чтобы шестиядерный вариант i7-1280P оказался чутка быстрее. Хотя при 90 FPS в среднем это будет незаметно. С новым богом войны инженерник справился играючи. Очень популярный и высоко оцененный платформер Sony наконец-то осилил нормальную оптимизацию под ПК. Про энергодефективные ядра и тут стоит забыть. Они снижают кадры сразу в полтора раза. При отключении в биос лишних ядер шесть больших кокоса можно смело оставлять для игры с быстрым монитором. 1280P способен выдать под 150 FPS на ультрах. В этой игрушке разница была самой заметной. Минутка киберспорта. Уже и так понятно, что проблем с онлайн-проектами у этого камня не будет. И бенчмарк из мастерской с кучей дыма и быстрыми пролетами в CS2 это подтверждает. Даже с Е ядрами можно рассчитывать на полторы сотни FPS. Тут стоят высокие настройки графики в Full HD. Без лишнего ядерного балласта кадры нередко взлетают выше 200. Танки я даже не стал запускать. Там явно будет пробитие 200 герцовых мониторов. Протестим их без дискретной видеокарты. Ведь как и любой другой ультрабучный процессор i7-1280P имеет мощную встройку XE. В нашем случае стоит полная версия на 96 блоков. Но частота на 250 МГц ниже, чем у релизной версии. С дровами тоже есть нюанс. Скачать их можно только через VPN, потому что Intel закрыла свой сайт для россиян и белорусов. Официальный кусок индусского кода на полтора гигабайта ставиться не захотел. А вот сама Windows из магазина смогла накатить драйвер из 2023 года. Для тестов графики я отключил E-ядра. Как мы уже выяснили, в играх это как 8 лишних колес от самоката в телеге. В 3DMark XE графика набрала 1200 графических попугаев. Это уровень встройки Vega 7 из Ryzen 5600U. Поэтому можно рассчитывать на неплохую производительность в онлайне и старых играх. Так и оказалось. На минималках в Dota 2 можно получить сотню FPS в Full HD. Интегряжка бустит до максимальной частоты в 1200 МГц. 45 Вт ей вместе с P-ядрами вполне хватает. Упор идет в один кокос. Но это уже классика движка Source. А вот повышать настройки до средних и тем более высоких не стоит. Кадры падают в 2-3 раза. Во втором Counter-Strike на минимальных настройках в Full HD можно получить по бенчу около 40 FPS. Для быстрого шутера это некомфортно. Так что стоит использовать апскейлеры. Ну или упасть до HD. Зато здесь встройка отдувается на все 100. И при этом удерживает полную частоту, ничуть не ограничивая процессор. В танках на долю секунды удалось увидеть буст процессора до 4 ГГц. 45 Вт хватает 6P-ядрам и интегряшки для полного раскрытия. Картошка в своем стиле. Она работает вообще на любом процессоре. Тут в Full HD на средних настройках графики в HD клиенте можно рассчитывать на 60 кадров. Играть в таком режиме абсолютно комфортно. А если снизить графику до низких, то тут встроенная графика нарисует больше 200. Но качество картинки и эффектов превращают ее в мобильную игрушку. И я уже хотел похвалить Intel за отличную встройку. Но Cyberpunk напомнил основную проблему синих видеокарт. Кривые дровишки. В 720p на минимальных настройках графики можно получить в бенчмарке 20 FPS. Но как видите, стройка отправляет нас в матрицу. И если вы не Нео, победить киберпреступников не получится. Я предвижу комментарии, а как же андервольтинг? Да, он тут есть. Через троттл стоп можно крутить напряжение вниз. В нашем случае идеальное значение офсета минус 100 мВ. Но сильно картину оно не меняет. В Sinebench R23 и R24 результат стал на 7-10% выше. 12400 так и остается безусловным лидером. В киберпанке прирост FPS на всех 14 ядрах около 10%. Но все равно кастрированный до 6p кокосов инженерник оказывается ощутимо быстрее. А андервольте чип без Е ядер вообще нет смысла. Разница в играх на уровне погрешности. 50 ватт и так почти везде хватает для удержания максимальной частоты. А значит, игровой потенциал остается плюс-минус на уровне i3-12100. Начнем с того, что китайцы молодцы. За два года они сильно преуспели в создании материнок на мобильных чипах. К ним тут нет никаких претензий. XMP в биосе работает, лимиты теплопакетов сняты. VRAM вообще ледяной. По портам тоже не обделили. Пару слотов M.2 есть. Можно установить Wi-Fi модуль. Но все портит инженерный процессор, аппаратно зажатый в 45 ватт. Для 14-ядерного монстра этого мало. Частоты на уровне 3 ГГц это прям как у Xeon. Андервольтинг ситуацию сильно не улучшает. К тому же ранняя реализация Эльдерлейков явно имеет архитектурные проблемы. Отключение Е-ядер ощутимо бустит чип в играх. И есть вопросы к задержкам кэша первого уровня. Опять плата находится в состоянии суперпозиции. За 15 тысяч с Алика это точно не лучший вариант. За эти же деньги можно взять i5-12400F и какую-нибудь простенькую материнку на H610. Такой тандем будет быстрее в играх. Правда прожарит доску в рабочих задачах. И ровно так же пролетает мимо апгрейда в будущем. За десятку 100 баллов уже интереснее. За такие деньги даже комплект на i3-12100 не собрать. А наш мутант быстрее в рабочих задачах и минимально отстает в играх. К тому же у него есть рабочая встройка, которая тянет киберспорт и 4К видео. Лично я вижу эту плату идеальным решением под мощный мультимедийный ПК. DDR4-3200 стоит копейки. Охладить инженерник можно хоть бруском алюминия. Воткнуть SSD на терабайт, подключить быструю Wi-Fi карточку. И за двадцатку можно получить идеальное решение под 4К фильмы и Skyrim с возможностью в будущем воткнуть какую-нибудь RTX 3060 на поиграть. В общем, как всегда, не без нюансов. От покупки на Алике я, скорее всего, вас уже уберег. Их, наверное, уже разобрали. Но в нашем телеграм-канале на неделю запущен бот, который выберет, кому я отправлю вот эту брендовую коробочку с подписью и Франкенштейном внутри. Она действительно в ней пришла. Переходите в описание, все ссылочки там. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончил. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...